Приветствую вас, друзья! Сегодня я вас немножечко познакомлю с неприятностями, происходящими в жизни гипиаструмов. Самая такая неприятность, неприятная, это та, которую мы получаем нежданно-негаданно с новыми луковицами. И самой такой неожиданностью становится то, что мы начинаем замечать какие-то странные повреждения на листочках. Вроде бы радуемся, луковицу получили, купили или нам подарили, неважно каким образом. А после того, как она отращивает листья, у нас какие-то подозрения роятся. Что это за пятнышки, что это за штришочки такие. И это как раз то самое, о чем сегодня я хотела бы вам рассказать и показать самое главное. В прошлом году в моей коллекции просто буйствовал мучнистый червец. Представляете? Ну, год такой был, видимо, ужасный, что мучнистый червец мучил не только меня, а многих цветоводов по стране вообще, в принципе. И я с ним усиленно и интенсивно боролась. Ну, а поскольку мучнистый червец такой очень глубоко сидящий, прячущийся вредитель в горлышке луковицы, поэтому прошлогодняя листва ушла, образовалась новая. И там, где личинки, нимфочки забирались глубоко в горлышко и сидели, пока я их не достала системными препаратами, они мне, конечно, попортили внешний вид листвы этого года. Вот такие пятна можно видеть на некоторых отрастающих листьях, на свежих молодых листьях. Но я знаю причину этих пятен. Вот когда вы видите такое, в целом у вас внешний вид растения бодрый, здоровый. Но вот эти пятна, это как раз то самое. Это мучнистый червец был в прошлом году внутри горлышка луковицы. Забирались нимфочки и зачатки этих листиков, возможно, даже цветоносов, немножко подсасывали сок. При обработке системными препаратами, которые проникают во все ткани и органы растения, конечно, это все погибло, вредители погибли. Ну а следы их жизнедеятельности растения кое-как смогло замазать, так сказать. Но все равно вот такие пятна и высветления остаются. Если же отрастание листьев происходит при ярком солнце, прям при прямом солнце, то нередко возникают ожоги. Это ткань белая, в ней нет хлорофила. Она не способна усвоить солнечную энергию, поглотить ее и куда-то использовать. Там нет этих специальных органоидов в клетках, и клетки прожигаются насквозь. Поэтому нередко можно видеть еще, кроме белых пятен, и красные пятна. Но это не стагоносфороз, не пугайтесь, это как раз последствия. Такие листья со временем отойдут, отомрут. Растение просто от них избавится и вырастет новые здоровые листья. На поврежденных же листьях все равно заметно с внутренней части, выходящей из луковицы, уже здоровая часть зеленая. Она такая полноценная. И вообще в большинстве растений на молодых листьях уже вообще нет никаких повреждений. То есть все нормально. Но это такая предыстория, так сказать. А рассказать я еще хочу о трипсе, потому как с пятнами все понятно. Но появляются какие-то странные штришочки, такой интересной конфигурации. И часто у неопытных цветоводов возникает вопрос. Это вирус? Все нас пугают вокруг. Вирусы, вирусы. А здесь такие интересные фигурные какие-то рисунки. Нет, не пугайтесь тоже. Это не вирус. Ну, испугаться в какой-то степени нужно. Это следы повреждения трипсами. Да, трипсы умеют выгрызать вот такими штришками. Трипс очень подвижное насекомое, мелкое, вездесущее. Очень большое, огромное количество его видов. Они буквально всеядные, причем множество трипсов являются постоянными аборигенными жителями, насекомыми разных местностей, разных климатов. Поэтому определять, какой конкретно трипс здесь пошалил, нет смысла. Есть смысл обратить внимание на вот такие последствия, что есть погрызы, повреждения и начать борьбу. Но целиком и полностью избавиться от трипса, как, например, от мучнистого червеца, невозможно. Потому что, еще раз повторюсь, это множество видов. Ну, исчезнет у вас один вид какой-то, да, более слабый, малочисленный. Был он, и вы его добьете. Но на его место придет какой-то другой. Ваш местный трипс, который приспособлен к условиям, кроме того, у этого насекомого чрезвычайно высокая адаптивная способность. И он очень быстро приобретает резистентность к препарату, если вы начинаете его обрабатывать два, три, четыре раза подряд одним и тем же препаратом. Очередное поколение трипса, а он может размножаться до двух недель и умножиться в несколько десятков раз. Очень высочайшая степень у него размножаемости, скажем так. И каждое последующее поколение будет уже устойчиво к вашему препарату. Поэтому в борьбе с трипсами применяем обязательно разные препараты. И желательно, все-таки, системного действия. Контактного действия с трипсами не работает. По причине его, ну, вездесущности и прыгучести. Это чрезвычайно активный вредитель. Очень маленький. И его застать на месте преступления не представляется возможным. Очень редкий случай, когда можно подкараулить. И то, когда большое очень заселение. Когда единичные случаи, единичные погрызы, то вы его не увидите на месте сидящем. Картиночку, конечно, я вам вставлю. Смотрите, как он выглядит. Иногда можно подумать, что это какой-то мусор. А это такие палочки. Это как раз насекомые. Итак, поближе к делу, что мы делаем. Гиппиаструмы при борьбе с трипсами необходимо только поливать. Другого способа, ну, неэффективно применять. Поливаем несколькими разными препаратами и желательно трансламинарным действием. Что это значит? Это значит, когда вещество может передвигаться по всему растению. При поливе мы в почву вносим. Правда, концентрацию придется превысить от рекомендуемым производителям, ну, как минимум в два раза это точно. Можно до пяти раз превысить концентрацию. При поливе в почву растение поглощает эти вещества. И соком, сокодвижением эти вещества разносятся по всему растению. Какие? Самыми эффективными, ну, я выделила, как я воролась с трипсом и с мучнистым червецом в том числе. Это Мавента, Актара и Конфидор. Вот такие три препарата я применяла. Разводила их в воде и поливала под корень все свои горшки, все растения три раза. Кроме этого, делала обработки фитоверма. Фитоверм биологический препарат и он хорошо работает против сосущих. Это инсектоакарицид. То есть, главное, что это акарицидное действие. В случае, какие-то вредители не бывают поодиночке, какие-то еще есть вредители, в частности, клещик. Теплицы это особенно. Поэтому между поливами можно опрыскивать еще растения каким-то биологическим препаратом. Фитоверм как нельзя лучше к этому подходит. Можно использовать вертимек, можно использовать опола, но это уже сугубо препараты, работающие против клещей и обладающие овоцидным действием. В таком случае мы избавляемся вообще от комплекса вредителей. Вот, собственно, самые эффективные меры борьбы, когда вы видите пятнышки, штрешочки на своих растениях. И не забывайте, когда вы получаете в свою коллекцию новую луковицу, которая пришла к вам извне, не которую вы сами вырастили, обязательно ставьте ее на какой-то карантин. Ну, во-первых, осматривайте об этом. У меня есть уже ролики на канале, что делать после покупки с гипиаструмами. Или они были уже растущие в горшочке. Либо это были луковицы, просто в упаковочке, что с ними делать, как с ними поступать. Обязательно осматривайте, ставьте на укоренение, разглядывайте внимательно корневую систему, если растение уже было, может быть, даже с бутоном, это подарочный вариант. Обязательно в небольшую емкость наблюдайте, как развивается корневая, вообще как развивается растение. Я вставлю картинку тоже, как раскрылся цветок, пораженный трипсами. Я купила в этом году тоже луковицы, и они были поражены трипсами. Пролив, даже в момент укоренения проливаются грунты, вот где это стоит растение. И хоть малейший корешочек есть, уже есть возможность всасывания препарата в луковицу, и тогда таким образом мы уже помогаем луковице. После такой обработки обязательно свежие луковицы, которые во время хранения, перевозок, может быть, от прошлого производителя имели заражение какими-то вредителями, они сразу же оживают, они сразу начинают укореняться более активно, отращивают листочки, выдвигают стрелочку. То есть, конечно, луковицы от этой нашей обработки становятся как бы полегче, и она уже возрождается к жизни. Ну, друзья, если у вас есть вопросы, обязательно напишите их в комментариях. А также я вас приглашаю в нашу группу Цвета Мутые в Телеграм, где у нас круглосуточный гудит чат. Многие люди спрашивают советов или делятся своим опытом, показывают свои успехи и неудачи. В общем, у нас там кипучая активная жизнь. Приглашаю вас на все абсолютно растения. Можно задавать вопросы, можно рассказывать ваш опыт. Ну, в общем, у нас очень здорово. Приходите. Всего доброго. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok